Среди всевозможных перемещений существует параллельный перенос. То есть существует некоторое перекадывание, которое приводит к параллельному переносу. Почему? Потому что я могу рассмотреть ту же самую картинку, и взять такой вот хибрид контур, а потом еще раз все это уничтожить. То есть пойти в обратную сторону. Сначала проходить так, потом проходить вот так, а потом пойти в обратную сторону тот же самый контур. У меня при этом все кривизны сложатся, получится 0. Значит, при таком вот перекадывании у меня получится параллельный перенос только краника. Вот исходя из этого, уже можно себе более-менее представить, что будет представлять собой сеть перекадывания. Поскольку она у меня симметрична, то любое движение, совмещающее какую-то вершину, с ее образом, оно будет являться симметричной сети перекадывания. По параллельному переносу у меня получается некоторый вектор, на который переносится вся сеть. То есть соединяя два отпечатка одной вершины, я могу начать получить некоторый вектор, на который у меня переносится вся сеть. Рядом она у меня будет совмещаться с теми собой. Поскольку таких параллельных переносов у меняется по крайней мере два, причем они разные, я всегда могу получить два параллельных переноса, в которых сеть будет совмещаться самой собой. Но тогда я смогу получить также ее переноса на любой вектор крафтера вот этому вектору. Значит, тогда я смогу получить перенос на любую комбинацию тех векторов, целочисленную. То есть я могу два раза сгадать на тот же самый вектор, три раза и так далее, если здесь тоже могу. Тогда возникает вопрос о том, что представляет собой линейная комбинация двух векторов. Что представляет собой множество целочисленных комбинаций двух векторов, расположенных под определенным углом. То есть какие можно облачать векторами? Давайте представим. Самый простейший случай. Если я беру два вектора в прямом углу, я могу образовывать любые суммы. Например, два вектора А плюс три вектора В, или четыре вектора А минус пять векторов. Все это состоящие из параллелограммы? Да, совершенно верно. Все параллелограммы, находящиеся на том, где? Вот, допустим, я взял такие два вектора. Один на один. И при этом у меня вот эта вот точка, при стригах, на вектор А, равную линейную комбинацию, у меня получится просто квадратная сеть. Вся полностью. То есть любой вектор, направленный сначала координат в любую точку этой квадратной семьи, будет представлен на такой линейной комбинации. А что, например, у меня будет, допустим, если было 30 градусов? У меня получится прям вот такая же сетка. То есть, допустим, я беру два вектора, выходящих из одной точки под углом 30 градусов, одинаковые длины. И начинают строить их всевозможные линейные комбинации. Допустим, из той же самой точки. Что это за множественная дорога? Эта сеть будет содержать квадратную сетку как подмножество. Сеть с углом 30 градусов будет содержать квадратную сетку как подмножество. Да, как подмножество, да. А что там еще будет? Я беру два вектора под углом 30 градусов. И рассматриваю всевозможные вектора вида n умножить на первый вектор плюс n умножить на второй вектор, где m и n целые числи. Что про это будет со мной, что в концов этих векторов? Если я их буду откладывать с одной точки. Итак, что представляется во вектор а минус b? Это тоже линейная комбинация, да? Вот у меня вектор а и вектор b. Между ними у меня будет цена. Поскольку я могу сдвигать и на вектор а, и на вектор b, я могу сдвигать сеть и на вектор а минус b. Вектор а минус b, он короче, чем это два вектора. Еще дальше. Если у меня имеется такой вектор, то вектор, который расположен к углу 30 градусов к этому вектору, он тоже будет параллельным переносом сети. Значит, я экзотарию просто могу получить еще более короткий вектор. Потом степь сделать ту же самую операцию. Взять вектор, образующее с ней около 30 градусов. Это тоже будет параллельный перенос сети. И тогда и таким образом смогу получить комбинацию. Тут на самом деле будет геометрическая прогрессия бывающая. Я таким образом смогу получить любой скоро угодно маленький вектор. Это означает, что сеть при этом может самосовмещаться при скоро угодно коротких поворотах. То есть две сколь угодно близкие точки смогу получать. И таким образом отпечатками одной вершины будет заполнена вся плоскость. Причем сколь угодно плотно. В окрестнице любой точки обязательно найдется точка отпечаток вершины. Поэтому, если всех релизных вершин многогранника имеют общий день в 30 градусов, у нас получается непрерывная сеть. Никакой сети правильной при этом не получается. Правильные подсети, как вы заметили, действительно будут. То есть там будет правильная подсеть, скажем, из параллелограмма, или из ромб. Причем будет много таких сетей. Все они вместе, по наложению, дают все перекаты. Тогда вопрос. А при каких же значениях наибольшего общего двигателя киломерного у нас может получиться дискретная сеть? То есть правильная решетка. При 30 градусов это не годится. Потому что получается скорый год на короткий вектор. Какие есть еще возможности? Допустим, будет 50 градусов. Между ними вектор, который равен красный, если он будет короче, а будет? Если 50 градусов. Короче? Да? Короче, да? Так? Я возьму этот вектор. И такой же под 50 градусов к нему. Между ними будет еще вектор. То есть... Что бы благополучить? Еще более короткий вектор. Потом еще, 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 еще. Значит, сеть перекатывания такого многограня, 50 градусов, не годится. 55 не годится. 150, например. Вот 150 вектор. Этот вектор будет короче каждого из них. Когда я беру такой вектор, и так, и еще один. Так, с ними еще один. Потом угол 150. Получаю еще более короткий вектор. Ну и так далее. Каждый раз получается... Когда же она будет дискретной? Может быть дискретной. Какие остаются убыли? 90 градусов. Если, допустим, у меня будет угол 60 градусов. Два одинаковых вектора с углом 60 градусов. Тогда... Что получается? Треугольная сеть. Да, получается правильная треугольная сеть. То есть... Так, то есть подряд треугольники. Одинаковые треугольники, которые заполняют плоскость. Ну и действительно, если я возьму правильный тетрадок, то как раз именно он и дает такую сеть. При перекатывании. 60 градусов нам подходит. 120 градусов подходит. Ну и 90 градусов. И все. Других вариантов, получается, нет. Значит, все остальные дают непрерывные сети. Значит, дискретная сеть перекатывания, образующая некую правильную решетку, может получиться, но, в принципе, не обязательно. Но, по крайней мере, может получиться только в том случае, если наибольший общий делитель кривизны будет равен либо 60 градусам, либо 90 градусов, либо 120 градусов. Других вариантов нет. Тогда, в общем, возникает вопрос, а все ли многогранники, у которых наибольший делитель кривист вот такой вот, все ли они будут давать дискретную сеть перекатывания? Или не все? Это следующий вопрос, который необходимо рассмотреть. Других вариантов. Других вариантов.